Всем привет! Сегодня получил новую серву. Серва, хоть и написано, что лав защищенная, но все равно, сейчас мы будем ее герметить. С ней идет качалочка хорошая, алюминиевая. Дополнительно фиксируется по бокам. Несколько отверстий. Качалочки хорошие. Сразу будем наводить порядок. Качалочку сюда, болтик с крестом, другую баночку, я их не люблю. Все у нас должно быть под шестиграничек. Пакетики в мусорку, проволочка коротенькая в мусорку. Ну и вот такая вот серву. Резиновый уплотнитель. И вот, как я вам говорил, вот он еще по контуру. Резиновый уплотнитель идет, который защищает от воды. Его, в принципе, вот здесь вот тоже видно немножечко. Вот он вот стоит. Открываем тут. Металлические шестереночки. Немножко смазаны. Ну, немножечко мы еще добавим смазочки потом. Зубчики хорошие. Ну, как работают, в принципе, мне нравятся они. Так, ладно. А здесь втулочка металлическая и подшипничек основной шестеренки. Пока это сюда все дело. Так, что мы делаем здесь? Мы достаем плату. И откручиваем потенциометр. Достаем его. Вот такая вот штучка. Ну, а там у нас двигатель и все. Так, а здесь мы сейчас все аккуратненько разбираем. Стороночку. Проводочки все оттягиваем. Ровненько их делаем. Так, подложим. Берем пластик 71. В моем случае он аэрозольный. И аккуратненько заливаем. Ну, и все. Оставляем сохнуть. Так, ну что. Первый слой подсох. Сделаем на всякий случай еще один слой. Ну, как-то так. Пускай подсыхает. Я думаю, этого теперь будет достаточно. И если даже попадет вода через верх, потому что мы ее загерметим, я думаю, все будет хорошо. Ну, что. Плата высохла. Будем ее назад собирать и герметить. Начинаем обмазывать. Все, что лишнее, потом оно все равно уберется. Ну, вот так вот обмазан. По всем краешкам. Самое главное. Вот это вот. Так, одна часть готова. Сейчас нам надо еще смазать шестереночкой. Вот этого вот реально будет достаточно. А здесь мы циликоним вот эту вот крышку внутри. Делаем так, чтобы внутри лишнего не было. А то может на шестеренки попасть. И так же, в принципе, оплатительное кольцо не ставлю. Потому что пока мы ее будем зажимать, она может там ерзать. И где-нибудь будет пустое место. А тут мы уже знаем, что все прижмется. И собираем. Не затягиваем сразу. Проходим сначала по контуру. Чтобы прижим был везде одинаковый. Ну вот, все, в принципе, готово. Сейчас вытираем ее. И кладем сушиться. Вот такая вот получилась у нас сырая машиночка. Я надеюсь, поживет она немножко дольше, чем в которой ничего не делали. Все в стороночку. Ну все, до следующего включения. Субтитры создавал DimaTorzok